Привет, друзья! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Поговорим сегодня о медитации. Зачем она нужна? Почему люди медитируют? На самом деле медитация распространена была довольно давно. Просто люди некоторые не использовали этот термин или, например, делали что-то, но не знали о том, что это медитация. Каждый из нас присутствует в настоящем времени. И насколько это присутствие, скажем так, в полной мере, то тогда вы чувствуете вот это состояние медитации. То есть это вне ума. Это когда вы понимаете, что что-то происходит, но это происходит не так, как мы в обычной жизни привыкли, с анализом, с какими-то мыслями, картинками, а это как прямое восприятие. То есть вы присутствуете и воспринимаете то, что происходит внутри вас, снаружи. И в какой-то момент даже вот это внутри и снаружи может тоже уйти, и вы просто будете осознавать. Каждый человек может погрузиться в состояние медитации. То есть нет таких людей, которые не могут этого сделать. Ну, разве что если вы совсем потеряли тело, хотя даже и в этом случае вы можете помедитировать. Ну, об этом уже в другом видео. А сейчас я хотел сказать о том, что каждый из нас время от времени погружается в это состояние. Просто мы часто не знаем об этом. И когда вы делаете это своей такой осознанной духовной практикой, то есть уделяете этому каждый день хотя бы один час времени. То есть находитесь просто в своем укромном месте. Это может быть ваша квартира, дом или лучше если вы выйдете где-нибудь на природе, на свежем воздухе. Это будет гораздо лучше. Почему? Потому что там атмосфера другая и она дает возможность вот этому состоянию медитации глубже проникнуть в вас. И находясь вот самим собой, вы чувствуете свое пространство, чувствуете себя, чувствуете, что происходит вокруг вас. И вот находясь просто здесь и сейчас, вы ничего не делаете. То есть в медитации не нужно улетать в какие-то другие миры или что-то делать в этом роде. Здесь вы можете просто присутствовать и находиться здесь и сейчас, ощущая, что происходит с вами. И вот именно это состояние позволяет человеку исцелиться. Почему? Потому что мы очень много уходим в прошлое, в будущее. То есть нас привлекают какие-то мысли, суждения, которые у нас там были. И мы туда погружаемся и чувствуем, что это влияет на нас. То есть что прошлое негативно влияет, что мы начинаем беспокоиться о будущем, что произойдет потом, что случится, будет ли это правильным или неправильным. То есть мы, получается, не присутствуем в настоящее время, а живем вне него, то есть беспокоимся, переживаем и так далее. Вот медитация помогает человеку вернуться в настоящее время и быть здесь и сейчас. И поэтому я провожу с людьми специальные процессы, которые позволяют как раз человеку вернуться в настоящее время. Потому что бывает человек приходит и говорит, вот мне сложно медитировать, потому что меня беспокойный ум, меня многое отвлекает, я начинаю там бегать умом туда-сюда. И вот поэтому я предлагаю человеку еще процессинг, который позволяет убрать вот это вот постоянное движение ума, когда человек туда-сюда, туда-сюда. Вот этот беспокойный такой обезьянный ум, который то о прошлом, то о будущем, то думает о настоящем. Вот такое постоянное волнение, перескакивание мыслей. То есть мы находим, почему это происходит, то есть и убираем предпосылки. И человек становится причиной над своим умом, то есть он становится осознанным. То есть мы прочищаем ум настолько, что человек может взять ответственность и берет эту ответственность за свой ум. И то есть он может делать с умом то, что считает нужным. То есть он может его просто отключить и у него уходит вот этот вот шаблон стимул реакции, когда что-то, какой-то внешний стимул вызывает у него внешнюю реакцию. Вот, то есть вот это вот шаблон уходит и человек начинает осознанно делать то, что действительно чувствует. То есть вот то, что его, вот он в этом состоянии осознанности пребывает и понимая, что для него правильно, а что неправильно, действует исходя из этого состояния. И каждый из вас может это сделать. То есть попробуйте сделать практику. Выберите укромное место и сделайте в этом месте медитацию. То есть побытьте просто вот в состоянии наедине с собой и посмотрите, какие будут приходить к вам мысли, суждения. И просто продолжайте присутствовать. То есть сделайте эту практику, продолжая присутствовать вот в течение сколько времени, сколько вы выделите для этого. Вы можете начинать с 5 минут, с 15 минут, то есть постепенно увеличивая это время. И так вы потом дойдете до времени 1 час, 2 часа. То есть вы будете чувствовать, что вам это становится более комфортно и вы начнете получать от этого наслаждение. То есть вы будете, находясь здесь и сейчас, получать вот действительное наслаждение. То есть вы будете чувствовать, что это приносит вам гораздо больше радости в жизни, чем многие другие дела, когда у вас ум был беспокоен. Если у вас что-то не получается, пишите мне в личные сообщения. Я проведу бесплатную консультацию, где мы обсудим все, скажем так, факторы, которые мешают быть здесь и сейчас. А потом сделаем процессинг, где уладим эти факторы, которые влияют на ваше состояние и делают ум беспокойным. И приводят вот к этому состоянию, которое, ну, по сути происходит у всех людей, когда живешь не в настоящем времени. То есть счастье это настоящий момент. И поэтому я и создал Академию Счастья, которая помогает человеку быть здесь и сейчас, быть осознанным, радостным, счастливым. И я создаю круг таких людей, единомышленников, поэтому если вам эта тема интересна, то пишите мне в личные сообщения. Все мои контакты будут указаны под этим видео. Также, если видео было вам полезным, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья в соцсетях. Конечно же, делитесь этим видео с вашими друзьями, вот, и колокольчик для напоминания новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. Вот, если вы захотите поддержать этот проект, то также под видео будут ссылки для граждан России «Яндекс.Деньги» и «Приватбанк для граждан Украины». Вот, я вам желаю счастья, гармонии, всего самого наилучшего и до скорой встречи в следующем видео. А пока посмотрите мои видео, которые вы видите на экране. До скорой встречи!